МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» обзор наиболее заметных событий дня сегодняшнего. А день стал некоторым образом судьбоносным для дальнейшего развития Рязани. Конечно же, это связано с неожиданной отставкой мэра, о чем мы намерены поговорить сегодня в первую очередь. Но это не единственная тема программы. Вот краткий анонс четверга. И кто теперь Рязанская Городская Дума приняла отставку главы исполнительной власти столицы области Виталия Артемова? Пожарная обстановка, арендаторы торговых площадей на сгоревшем плитаевском рынке опасаются, что не дождутся компенсации. На военной земле Донецка в Рязани проходят конференции в память о нашем земляке маршале Бюрюзове, а дончане заложили капсулу в основании будущего памятника этому герою прошлой войны. А теперь обо всем по порядку. Итак, глава администрации Рязани Виталий Артемов написал заявление с просьбой об отставке судя по всему. Для многих людей, занимающих определенное положение в системе муниципальной власти, это стало громом среди ясного неба. Журналисты информозданий тут же опросили по телефонам, доступных на тот момент для связи депутатов Гордумы. Никто, судя по результатам, ничего не знал, не ведал и не предполагал. Хронология событий такова. В среду проходит экстренный совет Городской Думы, на котором принимается решение о проведении внеочередного заседания Рязанского парламента. Повестка дня о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Рязани Виталия Евгеньевича Артемова. В релизе, размещенном на сайте Думы, сказано предельно ясно. Таким образом, депутаты намерены удовлетворить заявление Артемова с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию. Обращаясь к депутатам Гордумы, вице-губернатор Сергей Филимонов сообщает, для губернатора это заявление было неожиданным. Со стороны руководителя региона предъявляются очень жесткие требования к должностным лицам по выполнению их обязанностей. Однако разговора об отставке до этого дня со стороны Виталия Артемова не было. Но если Виталий Евгеньевич принял такое решение, губернатор полагает, что заявление должно быть рассмотрено и удовлетворено на заседании Городской Думы. И, наконец, один из рязанских порталов добивается комментариев самого виновника Переполоха. Виталий Артемов говорит журналистам, главный в жизни – это семья. Так ведь, почему глава администрации не может уйти по личным причинам ради семьи? Напомним, Виталий Артемов женат, у него двое сыновей. Такова ситуация, сложившаяся накануне внеочередного заседания Рязанской Городской Думы, а теперь репортаж о сегодняшней работе парламента. На внеочередном заседании Рязанской Городской Думы на повестке стоял единственный вопрос – рассмотреть заявление о добровольном сложении себя полномочий главы администрации Рязани Виталия Артемова. Заявление о своем уходе он направил в аппарат Гордумы еще 28 октября. А сегодня депутаты рассмотрели его просьбу и большинством голосов проголосовали «за». Это очень серьезное решение, потому что должность серьезная, уровень работы очень высокий. И, конечно, люди, которые находятся на таком посту, такими решениями не разбрасываются. Мы полагаем, что оно было осознанным, оно было продуманным. И Дума, безусловно, удовлетворила просьбу Виталия Евгеньевича. Самая главная задача, на наш взгляд, это то, чтобы город нормально функционировал, чтобы хозяйственный блок и социальный блок, они работали без сбоев. Преемственность сейчас обеспечивается. Во-первых, заместители продолжают исполнение обязанностей, все начальники управления, оперативно назначены исполняющие обязанности, главы администрации города Рязани. Поэтому, я считаю, самую главную задачу мы сейчас выполняем. Бывший сити-менеджер Виталий Артемов причиной своего добровольного ухода называет «семейные обстоятельства». Дальнейший план у второго – написать, во-первых, заявление на отгул, на 4-е числа второго съездить отдохнуть на две недели, а потом приехать в город и определяться в дальнейшем плане. То есть еще пока не ознавались? Нет, совсем ничего не определился. Было личное решение, семейное решение. Мы с семьей это обсуждали. Наверное, Надежда Николаевна Чумакова вздала такую планку и всю жизнь положила и всю свою семью. У нее даже не было семьи для служения городу. И, наверное, та планка, которую не достигнет еще никто, наверное, найдется тот глава, который сможет это сделать. Мне кажется, наша команда постаралась сделать что-то, что можно было это сделать в тех условиях, которые есть. Я думаю, процентов 10, что надо было бы сделать для города Рязани. Временно исполнять обязанности главы администрации будет Светлана Горячкина. Такое решение приняли депутаты. А уже на следующем заседании Рязанской городской думы начнутся процедуры для проведения конкурса на замещение вакантной должности главы городадминистрации. Таким образом, сегодня принята отставка шестого по счету рязанского мэра. Первым был Валерий Рюмин, который ныне пребывает за решеткой. Вторым Владимир Марков, ставший впоследствии депутатом Госдумы и функционером Газпрома. Далее в обойме мэров появляется Павел Маматов, завершивший карьеру отставкой и последующим приговором советского суда по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Получил два года условно. Четвертым рязанским мэром стал небезызвестный Федор Паваторов, о котором многие сведущие люди говорили, как о человеке, входившем в состав Слановской группировки, мрачной жестокой криминальной структуры, долгое время державшей в страхе весь регион. Причастность не доказана. А вот сам Федор Иванович не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, будучи главой Рязани. Он попал в плохую историю с автоаварией и гибелью несовершеннолетних мотоциклистов. Наказание глава Рязани избежал. Дело было закрыто за давностью срока. Мэром номер пять был Олег Шишов, которого в сентябре 2010 года отправили в отставку решением Рязанской городской думы в связи с назревающим провалом отопительного сезона. Сменил Шишова Виталий Артемов, возглавлявший исполнительную власть до этого дня. К другим темам. Сегодня в нашу редакцию обратились арендаторы торговых площадей Политаевского рынка. Вот что они рассказали. Пожар на Политаевском рынке произошел в ночь с 9 на 10 октября. Центральная его секция выгорела полностью. Впрочем, руководство торгового комплекса сообщало, что рынок восстановит, и он возобновит свою работу уже к концу нынешнего года. А пострадавшие от пожара арендаторы получат компенсацию. Однако прийти к компромиссу пока не удается. После пожара мы ходили сразу на следующий день. Потом нас приглашали на расторжение договора. То есть договор нас хотели сначала, расторжение договора нас хотели оформить как форс-мажорное обстоятельство, с которым мы согласны. На самом деле мы консультировались у юриста. Данная ситуация не является форс-мажорным обстоятельством, потому как пожар был локальный, и к стихийному бедствию никак нельзя причислить. И это человеческий фактор. Размеры ущерба у каждого предпринимателя, конечно, разные. Но счет, по словам пострадавших, идет на сотни тысяч рублей. Единственное, на что мы можем претендовать, это на остатки арендной платы, которая там за 20 дней осталась. И если мы хотим стать опять на старое место, после того, как его отреставрируют, мы будем платить также аренду. А то, что утрачено, то есть то, что мы потеряли, то есть ущерб, который нам нанесен, возмещаться администрации торгового центра не будет. Пострадавшие от пожара арендаторы полетаевского рынка намерены возвращать свои деньги путем переговоров. Однако в том случае, если договориться не получится, то они намерены обратиться в суд. Сегодня в Рязанском государственном медуниверситете открылась пятая всероссийская научно-практическая конференция по вопросам лечения и профилактики инфекционных болезней. Состав участников – самые представительные, академики, член-корреспонденты, доктора наук и другие представители ученые элиты российской медицины. Всероссийская научно-практическая конференция уже пятая по счету. И вдвойне приятно, что после Сочи, Казани, Саратова и Астрахани именно Рязань стала местом ее проведения. На повестке дня – инфекционные болезни взрослых и детей. Важно обратить внимание на то, что принимают участие не только специалисты-инфекционисты, но и эфтезиатры, те, кто болит с туберкулезами, эпидемиологи, специалисты Роспотребнадзора, дерматовенерологи. Конференция имеет также образовательную составляющую. Она организована не только для научных работников, не только для практических врачей, она организована также и для студентов. Уже завтра старшекурсникам предстоит решить, какая специальность поможет им реализовать себя и принести максимальную пользу будущим пациентам. Но им в любом случае предстоит сталкиваться с неприятными инфекционными болезнями. Сегодня это вопрос биологической безопасности государства, напоминают участники конференции. А среди них такие заслуженные, известные люди, как академики Валентин Покровский, Виктор Малеев, доктор медицинских наук Халил Мингалиев. Сейчас говорим о очень широком профилактике неинфекционных заболеваний, но и не должны забывать о классических инфекциях, и о гриппе, и о тех новых особо опасных инфекциях, которые возникают. Вот сейчас буквально прозвучал большой программный, по сути, доклад о вирусе иммунодефицита человека. Как один из примеров хорошего опыта, захлестнувшее население в 2009 году эпидемия гриппа. Одной из актуальных тем и этого года стал вирус Эбола. Может быть, не так много случаев, но мы пока не научились, как их побеждать до конца. Очень много внимания должно уделяться профилактике распространения и передачи этой инфекции от зараженного пациента здоровым людям. За два дня в Рязанском государственном медицинском университете пройдет целый ряд круглых столов, семинаров, клинических разборов и обсуждений протоколов лечения инфекционных больных. На сегодняшний день нам уже можно гордиться связями с головными научными и практическими учреждениями ведущих центров Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и многих других городов. Рязань богата именами подающихся ученых, и сегодняшние специалисты достойно продолжают этот список. Еще одна конференция проходит в эти дни в Рязанском государственном университете. Ее тема – 110-е годовщина со дня рождения Сергея Бирюзова, маршала Великой Отечественной, уроженца города Скопина. Сергей Семенович Бирюзов, как и многие военачальники его поколения, родившиеся в начале века, воевать начинал в Красной армии. Прошел путь от 18-летнего добровольца до комвзвода. А потом так и пошел по военной дороге, добравшись в 1939-м до высокого звания комбрига. Уцелеть военному в те годы было очень трудно, и дело не во ворогах внешних. Политические чистки косили армию быстрее пулеметов. Однако Бирюзову повезло, он уцелел. Возможно, в каком-то смысле помогла угроза предстоящей войны, которую он встретил в 1941-м в должности командира 132-й стрелковой дивизии. Знал бы герой-маршал, уходя на битву с фашизмом, что уже в новом веке начнется реставрация нацистского движения, да где на украинской земле, которую ему довелось в свое время освобождать. Бирюзов командовал войсками на Брянском и Сталинградском фронтах, участвовал в освобождении Донбасса и Крыма, воевал в Молдавии, брал Белград. И как современно, актуально звучат сейчас названия городов и регионов, которые тогда отбивали у врагов советские воины. То, что происходит сейчас в этом зале, это очень большое серьезное дело, которое помогает старшему поколению, нам с вами, воспитать молодежи уже почти утраченное чувство гордости к своему народу, к своей стране. Чувство патриотизма. То есть, чтобы поднять вот этот дух, это очень много значит для страны в будущем. Бирюзов прошел всю войну и погиб спустя 20 лет после победы. Самолет, в котором был маршал и еще три десятка представителей правительственной делегации, врезался в гору неподалеку от Белграда. Герои войны и руководители партии летели на празднование 20-летия освобождения югославской столицы от фашистов. Бирюзова помнят и чтят жители воюющего Донецка. Совсем недавно, 19 октября, капсулу с Рязанской родины маршала-освободителя заложили в этом городе. Очень уместно именно сейчас, на фоне всей вакханалии, которая творится на Украине, где сносятся памятники, где уничтожается память своих героев, показать, что мы чтим память таких людей, как маршал Бирюзов, сказал организатор мероприятия, режиссер Юрий Душин. Он сообщил, что на месте закладки капсулы будет памятник Бирюзову и сквер его имени. Надо добавить, что акция прошла на фоне артиллерийской канонады, доносившейся из района аэропорта. Битва за свободу Донецкой земли продолжается. Это был последний материал сегодняшнего выпуска. По эстафете передаем микрофон ведущей программы подробностей Олесе Харлиной. Сегодня в студии будет профессор кафедры истории Рязанского госуниверситета Василий Страхов. Речь пойдет о предстоящем вскоре сугубо нашем отечественном празднике, который называется День народного единства. Ну а мы с вами встретимся в пятницу, как обычно, в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин